Музей военно-морской славы Музея все сомнения исчезают. Место это действительно уникальное. Стараниями его создателей перед глазами посетителей разворачивается вся история ВМФ России с момента его создания до сегодняшнего дня. И в этой истории Саров, оказывается, занимает одно из ключевых мест. В апреле музей отметил свое семилетие. О том, как он менялся все эти годы. Об эксклюзивных экспонатах, ко многим из которых можно прикоснуться. О проделанной огромной исследовательской работе и многом другом. Беседуем с руководителем общественной организации ветеранов ВМФ, депутатом городской думы Сергеем Яковлевым. Сергей Михайлович, встречаемся с вами в канун одного из главных праздников нашей страны. 9 мая, День Победы. И в этот день мы очень часто вспоминаем не только о победе 45-го года, но и вообще о воинской славе нашей страны. Ваш музей – это пример того, что нам действительно есть о чем говорить и есть чем гордиться. То, что я здесь увидела, действительно поражает, потому что разные эпохи, разные имена, связанные с военно-морской славой. И можно сказать, что какой-то действительно центр, центр истории военно-морской славы страны в одном маленьком городе. Я вижу, что музей претерпел изменения. Вот расскажите, что изменилось. За последнее время мы не останавливаемся. 25 апреля мы отметим уже седьмую годовщину создания нашего музея. И за эти семь дней, семь лет, конечно, он просто врос уже в гигантские размеры с нашей точки зрения. И хотя сегодня мы считаем, что это не совсем уже помещение, которое отвечает уже и нашим требованиям, и нашим экспозициям, но тем не менее мы продолжаем его реконструировать. И как раз вот эта задача о том, что вы озвучили, провести реконструкцию с точки зрения поиска новых мест для стендов, которые должны здесь будет разместиться. В связи с тем, что за последнее время мы провели много исторической поисковой работы, которые позволили нам собрать очень интересные факты и события, связанные с нашим объектом, с нашей историей. И не только с военно-морским флотом, но я имею в виду, что с историей нашего государства, каких-то исторических событий. Ну, примеры говорят, допустим, как сейчас у нас появится в этом году стенд, посвященный Айвазовскому, который в этом году празднует 200-летие со дня своего рождения. Но это все равно связано с морем. Да, известный художник, который известен всем морякам, широко и за пределами нашей страны. Я уже не говорю о нашем городе. Оказывается, в нашем городе жила семья, жена, в смысле, ну, по женской линии, да, Амриана Реоновна Пименова была внучатой-племянницей великого художника Айвазовского. Это сейчас доказано уже с помощью родословной, которую мы полностью изучили. И вот этот стенд будет у нас помещен в связи с тем, что еще, оказывается, ее муж, мне кажется, мы и знали, Михаил Семенович Пименов. Он был участником Великой Отечественной войны, воевал на торпедном катере, был боссом на торпедном катере, на Тихом океане. И вот даже вещи, предметы, которые здесь находятся в нашем музее, находятся в его личном музее, когда-то были им переданы и здесь сейчас выставлены. Так получается, интересно, да, Саров, и каждый раз вот об этом я вспоминаю, когда речь заходит о вашем музее, тысячи километров до ближайшего моря, и тут у нас, получается, настоящий морской центр Саров. Он как-то неразрывно связан с историей военно-морского флота, и вот все, о чем вы говорите, да, фамилии, имена, события, они так или иначе связаны с нашим городом. И вот это все находит отражение в этом музее. Так или иначе, вот каждый из этих стендов, он связан с нашим городом, а не просто с историей ВМФ. Конечно, да, то есть это вообще, то есть это как бы центральная линия нашего музея, рассказывать о фактах событий, которые связаны с нашим, даже не то, что городом, нашим, наверное, объектом, территорией, местностью. Потому что город у нас появился только официально в 54-м году, и мы не можем говорить, чтобы был Саров раньше, здесь был просто монастырь, поселок после этого. И то, что мы говорим, на самом деле, события, которые мы изучаем, показывают, что у нас здесь наследно представлены, допустим, герои, которые были нынешнили медалью Шакова на Камчатке в 57-м году, да, которые воевали на Тихом океане, которые защищали во время Великой Отечественной войны наши Балтийские рубежи, Северный флот, Черноморский флот, даже были актерами театра Черноморского флота. У нас, конечно, уникальные вещи того периода времени, которых нет даже в Севастополе, это тоже очень активный показатель. И, конечно, все, что связано с именем Федора Шакова, опять же, для нас очень дорого и свято, потому что хотим и не хотим, но по его следам, то есть по следам Федора Шакова, мы можем пройти и в нашем городе, находясь на монастырской площади. То есть мы однозначно доказываем и утверждаем, что за последние 8 лет, которые он прожил практически на территории Сан-Сарского монастыря, он неоднократно посещал и наш монастырь в Саровске. И поэтому, конечно, мы связаны, и очень хорошо, что, наверное, было определенное виление создания вот этого музея, ведь мы создавали вот для того, чтобы просто показать деятельность нашей организации, когда мы создали мундир, что вот есть организация, есть мундир, есть небольшая такая история, и мы даже не знали, что мы так глубоко уйдем в историю, что в Сарове появится уже Саровский такой музей военно-морской славы, который охватит глобальную просто эпоху, глобальную эпоху, начиная вот с создания военно-морских сил вообще в России, да, до сегодняшнего дня, будет очень активно связан со всеми городами практически, которые опять же, где базируется флот, будет контактировать и даже демонстрировать себя. То есть на сегодняшний день Саров себя демонстрирует. Это очень хороший, серьезный афер и шаг по сохранению истории. Во-вторых, это вклад определенный. С другой точки зрения Саров продолжает себя заявлять, как город именно настоящей культуры и искусства, а не только как город создателей ядерного оружия, да, обеспечения безопасности страны, но это также вот культурная составляющая. И все, что мы показываем, вот в эти выездные выставки, которые мы уже активно проводим, начиная с 2016 года, потому что единственная организация, которая в 2015 году была привлечена для принесения мощей по 11 центральным городам России, это была наша организация. И вот тогда мы впервые привезли свои стенды по истории и биографии Федора Шакова. И настолько вот этой экскурсии, показ вот этих стендах произвел впечатление, а через нашу выставку прошло за 30 дней более там 25 тысяч человек, что было понятно, народ нуждается в этом, что наша страна нуждается в том, что мы должны показывать вот эти стенды, рассказывать про Шакова, потому что на самом деле мы тоже плохо знаем своих полководцев, включая и Федора Шакова, которые очень многое сделали для защиты нашей страны, для создания ее славы. Ну вот действительно, что касается Ушакова, и мы с вами уже говорили на эту тему, что музей стал неким информационным центром, который консолидирует просто всю информацию по этому адмиралу и несет ее в люди, не только саровчанам, но и по всей стране. И я знаю, что одним из ваших, наверное, самых главных принципов в работе – это достоверность, что каждый факт, он проверяется, перепроверяется, сверяется с историками, слушаете стороны, все это выясняете. Да, обязательно. Но мы сейчас до сих пор, в общем-то, наверное, остаемся, с моей точки зрения, практически единственными в нашей стране, которая продолжает искать, интересоваться и сопоставлять факты. То есть у нас есть свое мнение, мы спорим с известными писателями, историками, иногда целыми музеями, сталкиваемся, но мы не просто как бы тупо, принципиально упираемся, что вот мы не хотим, что нет. Мы готовы к диалогу, но когда… Подтвержденному фактами диалога. Когда нет, когда видим, что люди даже с большим опытом, которые даже пишут произведения по биографии Ушакова, они все-таки используют какую-то, ну, с нашей точки не совсем правдивую информацию. Художественный вымысел. Мы, конечно, вступаем в споры, в полемику, и все-таки мы поддерживаем свои линии. Вот эти наши усилия, понимаете, мы же не требуем какой-то славы, почета, внимания, нет. Мы просто то, что вот этот герой наш, народный, он заслуживает народной славы. И народный не просто слово «народный», да, а всеобщий народный. То, что мы с вами не сделали, что не сделали наши предки в отношении, или что-то уничтожили, надо восстановить, надо отдать дань. И поэтому все последующие наши герои, на которых мы, может быть, и не так часто говорим, но рассказываем в нашем музее, они тоже занесли свой вклад определенный, опять же, как мы говорим, защиту нашей Родины, да, в то время, когда Родина это потребовала. Это очень важно. Я думаю, что вообще Саров, вот если мы посмотрим даже на стенд Великой Отечественной войны, когда мы его стали создавать, к 70-летию Победы, то обратили внимание, вот когда наш поисковый воен работал, что мы знали сначала очень мало людей, которые у нас воевали, потом мы стали искать, и вообще, в сегодняшний день мы нашли 60 человек наших саровчан, они не были призваны из города Сарова, это сразу говорю, я называю саровчанами просто тех людей, которые после Великой Отечественной войны приехали на наш объект и жили, и работали здесь. И вот таких людей, наоборот, 60 человек, и мы показали. Ведь на нашем сайте очень красочные, я смотрю, с точки зрения, и правильно. То есть мы их разбили по надводным кораблям, подводники, надводники, то есть морская авиация, морская пехота, и все остальные, кто служил там радистом, допустим, водителем. И также показали их награды, потому что это очень существенно, это с пониманием того вообще, как выглядели эти награды, и что именно вот этими медалями, орденами, гражданами были наши, в общем-то, практически земляки, то есть люди, которые здесь проживали и ушли в мир иной, именно вот здесь у нас похоронены. Это очень важно. Мне кажется, да, это колоссальная и важная работа, потому что мы очень часто слышим разговоры о вот этом вот русском духе, который не бывает сломлен в тяжелые времена, и когда мы вспоминаем опять-таки Великую Отечественную войну, говорим о том, что вот именно этот русский дух, он помог нашему народу выстоять. Вот мне кажется, что этот русский дух, он и формируется как раз памятью вот о таких великих людях, которые стояли за родину во все времена. И если мы не будем помнить эту историю, если мы не будем знать этих имен, то, наверное, наш русский дух, он и угаснет. И вашу работу в связи с этим очень сложно переоценить. И вот я знаю, буквально перед интервью мне сообщили, что вы включены в состав экспертной комиссии по созданию памятника адмирала Ушакова в Петербурге. Это действительно, мне кажется, очень большое достижение. Да, ну это как раз вот новость впервые появилась еще в декабре под елочкой, мы ее получили 25 декабря, нам позвонили в Санкт-Петербурге и сказали о том, что вот было заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором было принято постановление о создании памятника, наконец-то памяти Ушакова именно в Санкт-Петербурге. Есть решение поставить его на площади труда, это он около нового центрального военно-морского музея, который находится. Это тоже правильно, с моей точки зрения. Мы являемся единственными носителями и хранителями реконструкции мундира Федору Ушакова. То есть они понимают, что нами пройден уже очень большой путь, мы досконально знаем методику становления мундира, то есть историю появления, что с ним происходило, как он выглядел. И, конечно, это очень важно, во-первых, принципиально показать в памятнике, потому что на сегодняшний день, который существует изображение Федору Ушакова, в них очень много исторических ошибок, к сожалению. И поэтому вот этот памятник, по идее, он должен, наверное, все-таки исправить. Вот немножко истории, стать одними из таких полновесных, вот таких целенаправленных скульптур, и даже у них есть желание сделать ее в стиле прошлых веков, чтобы это было в полный, в рост, торжественно, на очень таком красивом, элегантном постаменте, украшенном, опять же, икорями, какими-то фигурками. То есть все должно быть очень красиво, и это правильно. И вот это приглашение, ну, когда, ну, вы с меня понимаете, когда приглашение-то одно, да, ну, это хорошо, красиво, конечно, мы там порадовались даже, как говорится, подняли вокал за это, но это же не значит, что нас пригласили, в смысле, что мы уже стали. И только вот буквально две недели назад в Санкт-Петербурге опять пришло известие о том, что заседание произошло вот по этому постановлению, и мы уже включены в состав десяти экспертов страны, которые будут решать судьбу этого памятника. То есть со всей страны десять экспертов, и одни из них саровчане. Да, саровчане, да. Это, конечно, колоссально. Ну, для нас это очень престижно, конечно, это просто признание, я считаю, Сарова на самом высоком уровне. Самая главная оценка, наверное, тех, кто занимается профессионально. К нам приезжают музейщики, тоже высокооценные, приезжают писатели тоже, приезжают кадровые офицеры, адмиралы, то есть высшие личные военцовского флота, которые дают свою оценку. Мало того, что они дают оценку положительную, они еще и помогают нам дальше развиваться. То есть они дарят там вещи, если бы эту форму, которую мы опять применяем, показываем и знакомим с, опять же, новыми историческими фактами. Ну, опять же, за консультацией к вам обращаются. Да, конечно. В книгах ваши работы фигурируют. То, что вот у нас о Сарове, как о морском центре, стали писать в известных книгах, то есть публикации для 2016 года, 24-е издание вышло, Святой Праведный, адмирал Федор Шаков, и там опять Саров показан. И в памятниках, в морских памятниках России, мы там уже тоже представлены. А это эксклюзивные книги, которых нет продажи. Они издаются только в подачном варианте, то есть в основном для военно-патриотических клубов, библиотеки, детских центров и первых лиц. И, конечно, что мы там изображены, для нас это очень престижно. А в этот год у нас тоже, опять же, очень почетный, помимо нашего музея, у нас исполняется буквально 30 апреля. Нет, сначала у нас исполняется пятилетие открытия выставки по подволу на Саров. Это тоже очень значимо. Мы как-то всегда вот это событие пропускали, а в принципе это тоже история. Почему? Потому что в настоящее время нет у нас в России музеев, нет того музея, действующего корабли, действующих кораблей военно-морских. То есть опять эксклюзив у нас? Да, конечно, эксклюзив. То есть, во-первых, у нас самая секретная, самая неизвестная подводная лодка, суперзакрытая, Саров, и у нее уже пять лет есть своя музейная выставка. Она единственная, да? Конечно, из шести стендов мы показываем полностью историю нашего корабля и в деталях, и в картинках, и в фотографиях, в форме, которая здесь представлена. Мы все тщательно собираем. И, конечно, мы это для чего делаем? Потому что это наша история. История нашего города, федерального ведомства центра, история нашей страны, Росатана, как хотите. То есть создание нового уникального оружия, которое на сегодняшний день создано при помощи нашего корабля. Ну и, конечно, мы очень рады, что именно в далеком севере этот корабль ходит с нашим названием. Бесси, я вас уверяю, все на севере знают Саров. Благодаря этой подводной лодки. Да, конечно, не было бы этой лодки. И мало бы кто вообще-то представлял. Ну, Азам-А-16, как мы говорим, да, там город предыдущий. А вот с появлением вот этого корабля, конечно, люди просто живут уже этим названием. Они гордятся, они знают. Во-первых, что это лучший экипаж города Сиродвинска, 330-й бригады. Чем нам не гордиться? То есть, видите, даже экипаж, состав нашего экипажа нас не подводит. То есть, мы единственные неповторимые, они единственные, и при этом они лучшие у себя. И мы тоже лучшие. Ну, с моей точки зрения, конечно, может быть, я не прав, но я считаю, что все-таки Саров, федеральная цена все-таки лучшая, которая обеспечивает всю нашу ядерную безопасность и развитие ядерного оружия. И в августе, и в 7-м августе, да, наш город, весь военносткий флот, конечно, Федеральный ядерный центр вместе с Росатом будет отмечать существенную, да, такую яркую, позитивную, это десятилетие, как наша подводная лодка вступила в состав военносткого флота. Тем более, мы принимали участие, наша делегация городская в этом торжестве, когда на нашем борту был поднят андрейский флаг. И она стала по направлению членов боевого корабля, боевого состава военно-морского флота. И с тех пор она вот бродит в простор мирового океана, создавая вот новые виды вооружения, которые помогают, опять же, что делать? Защищать нашу Родину. Вот сейчас десятилетие у нас подводных саров, и дети, которые участвуют на базе школ, на базе воссадистского творчества, вот буквально два года подряд этим очень активно занимается 16-я школа, когда вся школа участвует в конкурсе викторин, у них такие акции, как подарок моряку, письмо моряку, привет моряку. И вот это мы все собираем. Все эти приветы повезете. Да, все это аккумулируем, собираем и везем туда. Работы просто, вот иногда смотришь, глаз не оторвешь, насколько родители, ребята проникаются, и насколько богата вообще фантазия саровчан, которые, в общем-то, не связаны как-то с каким-то военностным флотом, но они очень легко и просто изображают в речных фигурках, в предметах, которые потом занимают почетные места. И буквально только вот вчера у нас объединение Литошки, которое существует при Дарстве детского творчества, провели свое очередное заседание, посвященное итогам работы вот этого замечательного кружка, и они собрали вот сборник своих рассказов, стихов, своих произведений. Видите, объединились вот в такую прекрасную красочную книжечку, она подарена нам. Это стихи, да? Да, и стихи, и проза, то, что они пишут, дети. Это вы отвезете на лодку? Да, это уже у нас, это не первая, то есть, публикация, то есть, уже первых два мы уже выезли на нашу лодку Саров, и, кстати, надо отметить, что наши моряки очень серьезно к этому относятся. Вот эта экспозиция, снова очередная уникальная экспозиция, посвященная подводной лодке, она у вас тоже выездная, или вот эта эксклюзива для саровчан? Нет, подводная лодка, она, конечно, не выездная, мы не показываем. Единственное, когда показываем выездную экспозицию по Федору Шакову, мы демонстрируем из 15 стендов, два стенда по городу Сарову, потому что, конечно, вы сами понимаете, когда вы приезжаете в другой город, у людей в конце экскурсии всегда возникает вопрос, а почему именно Саров представляет Федору Шакову? Ну, вы же никакого вроде отношения ни к морю, к Шакову не имеете. Но когда они проходят, и в конце, вот эти мы демонстрируем еще плюс два стенда, где мы рассказываем, почему мы связаны с Федором Шаковым, и в том числе там представлена одна из фотографий подводной лодки Саров. Почему? Потому что на нашем корабле находятся две уникальные иконы, Серафима Саровского и Федору Шакову, с техническими мощей, с краплением. И это единственный корабль вообще у нас, даже единственная войсковая часть, наверное, вообще среди всего Министерства обороны России, которая имеет такие две настоящие иконы. И, конечно, допустим, когда мы в этом году демонстрировались в очередной раз в Санкт-Петербурге, эту выставку, конечно, ну, представьте, командующий флотом, главком военнослужащих флотов Королев вместе с своими адмиралами, командующими наших флотов, приходит и смотрит, и видит, что есть изображение подводной лодки, написано подводной лодки Сарову, в руке 90-й, и вот эти иконы, как мы передаем, и, конечно, им очень приятно. А тут еще арена фотографий, когда, значит, наша выставка представлена была в городе Конштадте участниками первого морского парада и демонстрировалась для первого лица. То есть президент, министр обороны, глава Русско-Православной Церкви, Кирилл, да, Иппи наш, и все это на фоне нашего мундира, эксклюзивно вот этой выставки, конечно, это приятно. Я сейчас с вами разговариваю и понимаю, что вот находясь здесь, в этом, в этой небольшой комнате, я как будто бы соприкасаюсь вот с чем-то действительно глобальным, с чем-то, что объединяет вообще всю нашу страну, потому что и первые лица, да, видели эту экспозицию, и те люди, которые сейчас стоят на страже безопасности, и благодаря тому, что вы проезжаете по всей нашей стране, тысячи и тысячи людей, с которыми я никогда не встречусь в своей жизни лично, да, вот мы с этими людьми соприкоснулись через вот эту экспозицию, и это действительно просто поражает. Ну, к примеру, к примеру, еще одно показать, когда в прошлом году было 200-летие памяти Федора Шакова, и мы именно обратились тогда в Центральный Барманской музей, говорим, ребята, ну вы как-то собирать вообще празднуем, 200-летие. Они говорят, а что, ну вообще 200 лет будет, надо, может быть, совместно выставку привезти хотя бы, или мы можем вам предоставить, потому что мы ездим, показываем, все интересуются, а вы как-то не привеляете никакого желания. И буквально через два месяца мы получили, во-первых, они стали готовиться к этой дате, а во-вторых, то есть, видите, мы даже подсказали им, что, в общем-то, надо готовиться. Во-вторых, они нас пригласили к себе, и была создана совместная выставка, называлась она «Непобедимый адмирал», «Непобедимый ушаков», в Центральный Барманской музей, которая была открыта, в течение двух месяцев выдемонстрировалась эта выставка, в первом зале, когда вы заходите, с левой стороны, вместе с нашими мундирами, пять стендов принимал участие в этой демонстрации. И за это время после выставки посетило 17 746 человек. И так как мы выходим в канун 9 мая, хотелось бы услышать от вас несколько слов поздравлений для наших ветеранов, для наших зрителей. Я хотел бы наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, блокадников, сейчас уже появилась новая категория «Дети войны», поздравить с этим великим праздником. Этот праздник прошел через нашу семью, то есть, моя мама, она труженик тыла, в 18-м году получала 70-летней девчонке медаль за пять лет труда в поле. Отец, ну, к сожалению, не получил, но также вместе с ней работал в этой же бригаде. Сейчас они ушли из жизни, но я им очень благодарен за вот эти рассказы, когда они рассказывали, что я знаю, мне с самого раннего возраста, как они трудились, как тяжело вообще доставалась победа, каким трудом вообще для нашей страны, конечно, как не гордиться такими людьми, которые могли отстоять и в полях, и в бою, и тем более мы сейчас прикасаемся с этой историей, идем вперед, изучаем, поднимаем новые факты, события. И поэтому, чем больше, наверное, и чаще будем вспоминать, и знать, и гордиться, тем, наверное, и мы более ответственно будем относиться именно к своим шагам, и к своей жизни, и к своей деятельности, и даже, может быть, к тому, что говорим. Это тоже очень важно. Спасибо. Потому что всех наших ветеранов с победы, вы просто молодцы, живите вот сколько даст судьба, чтобы здоровье вас хотя бы немножко не подводило, или даже в этот день придало много сил, уверенности, чтобы вы могли поднять 50 грамм наркоманских, и мы за вас тоже поднимем, конечно, о своих памятях, вспомним всех по именам практически, и пусть эта слава останется надолго в наших сердцах. Так что с праздником, с нашей великой победой. Спасибо вам огромное за эту очень увлекательную беседу. Это был Сергей Яковлев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова